В городском округе прошел региональный турнир по всестилевому карате. Соревнования, посвященные Дню Народного Единства, собрали во Дворце Спорта Триумф около 200 участников. На спортивном празднике работала Анастасия Кладинова. Участники приехали на соревнования из разных городов Подмосковья. Сестилевое карате – это возможность в рамках одного вида спорта выступить по разным правилам. Так в один день прошли три турнира. Есть правила разной направленности. Есть ката, есть поединки. И причем поединки для тех, кто предпочитает работать без амуниции, но не бить в голову. Те, кто согласны атаковать в голову, по ногам, в борьбе, что-то вроде ММА современного, но в защите, чтобы не причинить травмы. И есть традиционные, которые, скажем так, то, что мы представляем себе, представление о карате. Общие правила разрешают удары кулаком, ребром ладони и стопой. Запретные зоны – голова и шея. Алексей Тверской участвовал в поединке с полным контактом. Он занимается карате 12 лет. Приехал на соревнования из Дубны. Я занял третье место. Первый бой был тяжелый. Мне попали по колену. А второй бой был тяжелее. Он дольше был. Веронику Голубову в этом виде спорта привлекли дисциплина и способность выплеснуть эмоции. Несмотря на небольшой опыт, всего два года у Вероники большая коллекция наград. Я очень много перепробовала разных видов спорта. И карате максимально просто мне в душу запал. У меня очень классный тренер, классный просто коллектив. И такое я встретила именно в карате. В региональных соревнованиях у меня первое место. Участие в турнире – это шанс попасть в сборную Московской области на 2024 год и выступать на первенстве России. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.